Всем доброе утро! Сегодня мы отправляемся в Севастопольскую бухту на причал номер 143, к которому пришвартован тот самый круизный лайнер, по поводу которого столько споров в последнее время. Круизный лайнер называется «Князь Владимир» и осуществляет регулярные рейсы по маршруту Сочи-Севастополь-Сочи. Когда я готовился к данному репортажу, я перечитал форумы и понял, что люди сейчас делятся на две категории. Одни считают, что это очень круто, что пытаются восстановить так называемое круизное сообщение, черноморские круизы. Вторая категория людей считает, что это полный провал. Судно 1971 года уже давным-давно устарело, должно было продаваться со временем на металлолом. Изначально проектировалось как автомобильный паром. И вся эта история с покупкой теплохода, с его реставрацией и с круизами это чистой воды распил. Сегодня я постараюсь своими глазами взглянуть на это судно, получить свое какое-то мнение относительно данного круиза, ну и рассказать и показать все это вам. Поехали! Пройдя несколько кордонов, я в итоге попал на 143-й причал, к которому в данный момент пришвартован вот этот вот лайнер. На 9 часов намечена большая пресс-экскурсия, специально для пресса, закрытая. Владимир Владимирович Путин дал задание организовать, возродить круизное сообщение, существовавшее в годы Советского Союза. И такой проект в настоящее время без государственной поддержки непросто было запустить. Серьезные организации примерялись и вот по силу оказалось в такой структуре, как Росморпор. Большое им спасибо за то, что соорганизовались на эту работу. Сейчас все на ленту, на ленту будете складывать. Так, первая остановка ресторана Ля Карт. Это ресторан, в котором можно отдохнуть не по системе, все включено, а дополнительно провести там праздничный ужин, какую-нибудь годовщину отметить. Итак, что же такое судно Князь Владимир? Князь Владимир это достаточно старое судно, ему уже 46 лет, 71 года постройки. Изначально он строилось в качестве парома, парома для перевозки автомобилей, грузовиков и автобусов. Через какое-то время его переделали в пассажирское судно. В этом качестве достаточно долго оно проработало. Но в 2014 году оно было признано уже устаревшим и морально, и технически. И его хотели вроде бы как порезать на металлолом. Но наши выкупили его в какой-то израильской компании. И если верить тем данным, которые нашел в интернете, выкупили его за сумму больше на 1,4 миллиона евро, чем предыдущий владелец его покупал. Не фонтан пока. То есть видно, что судно шаманилось. Не слишком аккуратно оно шаманилось. Но тем не менее, всех тех ужасов, про которые я читал на форумах, здесь конечно же нет. Все чисто, все аккуратно. Но тем не менее, дух времени у этого судна явно ощущается. Никого не хочу обижать, но на данный момент складывается стойкое ощущение, что ты находишься на судне, которая проводила круизы, ну, скажем так, в годах 80-х, 86-й какой-нибудь, вот тип того. В принципе, все чисто, все аккуратно, все нормально, но видно, что судно уставшее. Мебель уставшая, судно уставшее. Вот все, все внутреннее убранство уставшее. Двоякое ощущение. А учитывая ту стоимость, за которую этот круиз предлагает свои услуги. А сколько стоит такой люкс? 68. Вот это 68, да? С человека или сам номер? Сам номер, но, соответственно, там, если будет 2 человека, то умножается больше. Все-таки с человека? С человек получается, да. 68 тысяч человек, то есть, если их здесь 2, то... Но ребенок до 5 лет бесплатно. Если семья едет, то, соответственно, 2 платят полностью. То есть, если я скажу в сюжете, что вот этот номер, с одного человека, одному человеку обойдется 68 тысяч, и другому тоже, если они будут... Лучше говорить, что номер 168 тысяч, потому что там уже... Ну, как номер 168 тысяч. Там уже очень долго получается. Потому что цифра очень пугающая. Нет, ну, если их 2, то все-таки 136. Просто так считается. Два раза она мальдилась. Сказать, что это адекватная цена, ну, не знаю, вы можете кидаться в меня камнями, помидорами, ничем угодно, но я с большим трудом могу представить человека, который бы назвал такую цену адекватной. Цены заоблачные, цены нереальные, цены космические. Самые дешевые номера, прошу прощения, каюты, без окна, стоит 25 тысяч на человек. Таким образом, если бы мы выбрали такую каюту, в которой я бы, скорее всего, застрял, то нам бы пришлось заплатить 75 тысяч рублей. А сколько квадратных метров здесь? А тут целик есть, нет, вот смотрите, телевизор, мини-бар такой же, питание такой же, кондишен, все, окно в люксе в два раза больше, просто окно и метраж больше, ничего больше. Воды ставится может быть не две штуки, а три штуки, не ничего, вот сверхъестественно. Поэтому платить лишние деньги, ну, для людей, которые... Такой сколько стоит? Вот такой стоит 26 тысяч. Сотки на человека, да? Да, да. Это обычный? Это обычный абсолютно. Плюс третья полка здесь, да? Да, это если, например, ребенок до пяти лет, он бесплатно идет. Бесплатно. То есть семья из трех человек фактически едет 52 тысячи. В целом, да. Там за долг места, как и... До пяти лет. До пяти лет, конечно. Если ребенок старше, то от пяти до пятнадцати скидка 15%. Надо отдать должность до входит трехразовое питание, посещение любых развлечений, которые на борту есть, но туда не входит стоимость бара и стоимость экскурсий. Соответственно, опять же, ну, как минимум тысяч в сто в общей сложности такой круиз нам бы обошелся. Бассейн. Где-то я читал, что он не работает. Работает. Только немножко странный бассейн, потому что складывается ощущение, что он полупустой. Если быть совсем честным, какой-то он грязноватый. Больше всего, наверное, даже удивило не то, что там старая мебель, какие-то пошарпанные полы, стены, потолки, а то, что... Насколько вот по-разгильдяйски, насколько неряшливо все это дело пытались привести в порядок. Ну, вот, элементарно я показывал стекла, которые абсолютно... Через которые абсолютно ничего не видно. Краска, которую зачем-то залезли, вот, скрася столб освещения, залезли на плафон. Ужасный грязный бассейн, души с ржавыми трубами. В общем, все-все-все вот эти мелочи, они вкупе составляют очень-очень негативное впечатление. Наверное, с точки зрения журналиста, делать какие-то собственные выводы и высказать собственную оценку, это неправильно. Но, поскольку я блогер, я считаю, что я имею полное право это сделать. И более того, вы именно этого от меня ждете. Итоги подводить рано. На вашу вопрос отвечу трудно. Линия востребована. Мы с каждым круизом принимаем набор все больше пассажиров. Линия становится более известной благодаря, в том числе, и старанию прессы. Отзывы тех, кто побывал на борту в целом и в основной своей массе положительные, если не сказать посвященные. Мы ждем прироста пассажиров и востребованность линии видим уже сейчас. Обидно то, что, казалось бы, очень неплохое и очень правильное решение, решение о возрождении черноморских круизов, оно в очередной раз при воплощении было воплощено через одно место. Ну, не знаю, знаете, как если бы я удаленно, например, заказал бы круиз за 200 тысяч рублей и попал бы вот туда, куда я сегодня попал, я был бы очень, мягко говоря, недоволен. Не люблю негативные блоги, но и расхваливать то, что не заслуживают похвалы, я тоже не хочу. Единственное, на что стоит обратить внимание, это очень приятный персонал, очень вежливые и приятные сотрудники, которые работают там. И очень было даже где-то обидно и неудобно задавать им вопросы, ну, насчет той же цены за размещение в каюте там, так называемого, повышенной комфортности. Видно было, что сотрудники сами понимают, что это просто полная жесть за такие деньги продавать то, что вы видели. Но, тем не менее, им ничего не остается. И мне кажется, что им обидно намного больше, чем мне, например, обидно. С вас, между прочим, за стрижку и плитье 2 рубля. Почему так дорого? Везде берут 40 копеек. За конспирацию, товарищ фельд-маршалл. Ну-с, готово. Недавно их просят не слабить. Собственно, у меня все. С вами был Ян Ларос. Надеюсь, не сильно вас загрузил. Ну, как получилось, так получилось. Еще надеюсь, что меня после этого репортажа не уволят. Но, если уволят, мы будем дальше заниматься блогингом и покончим с прочей сурналистом. Но я верю в мою редакцию. И у нас была с ними четкая договоренность, что, несмотря ни на что, несмотря ни на какие требования, я буду говорить то, что я думаю, и я буду высказывать свое мнение такое, какое оно есть. Даже если это мнение не будет совпадать с мнением редакции или с тем мнением, которое, как говорится, должно быть. Все, не кидайте сильно помидорами, не бейте сильно камнями. Все, я поеду домой. Спасибо! 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 Спасибо!